Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Какова загробная участь неверующих? В третьей главе Евангелия от Иоанна Богослова сказано, Христос говорит, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». И в другом месте. Тот, кто верует и крестится, спасен будет, а кто не верует и осужден будет. Значит, неверие в Сына Божия ведет к осуждению, посмертному вечному осуждению человека. Что это за бытие в состоянии осуждения нам не открыто. Мы на самом деле и о аде, и о рае знаем очень мало. Мы только знаем, что если человек в жизнь свою, в сердце свое не впустил Христа, не впустил Господа, то он не сможет быть с Ним вместе там. И, видимо, самая страшная мука, она в этом. У Иоанна Златоуста есть такие слова в его слове о страшном суде. Он говорит, страшнее всякой муки видеть кроткий лик Христа, навсегда отворачивающийся от тебя. Вот в этом мука. Там нет ничего телесного. Там нечем заменить главное в нашей жизни, а главная в нашей жизни – предстояние Бога. Там нельзя отвлечься на еду, на развлечение, на работу, на труд, на супружество, на какую-то заботу. Там не на что отвлечься. Тела нет. А главному ты не научился. Вот Господь, но ты не можешь с Ним говорить. Ты не признавал его бытие. Вы знаете, есть прекрасный анекдот на эту тему, которая очень точно описывает ситуацию. Когда умер какой-то очень известный атеист, и апостол Петр, огорченный тем, что такой хороший человек по мирским понятиям, не верил, он спрашивает, «Господи, ну что делать? Вот там стоит атеист. Что мне с ним делать? Куда?» Господь ему говорит, скажи ему, что меня нет. Знаете, вот что это такое, да? Вот как ты исповедовал, что Господа нет? «Речи безумен в сердце своем, не есть Господь по-славянски». Вот было в безумии твоем такое, в твоем сердце. Так ты и будешь. Ты будешь жить там без Бога. Ведь это славянское слово «тьма кромешная». Очень интересно. Что такое кромешная? «Кроме» значит «вне» по-славянски. То есть это внешняя тьма. Если Бог есть свет, и праведники живут в этом свете, видят Бога, то тьма, которая окружает человека неверующего, она именно связана с тем, что Бога нет в его жизни. Страшнее еще то, что и других людей не видно. Есть такой удивительный образ из жития, по-моему, преподобного Макария Великого, который такой поэтический образ, но в то же время он очень точно показывает именно вот эту часть загробного ужаса неверующего человека или грешника. Как известно, египетские монашествующие, начиная с Антонио Великого, очень часто селились в старых заброшенных, разрушающихся храмах еще языческих, устраивали там свои монастыри и молились за всех, кто там был погребен. У них было противостояние демоническим силам такое. И вот однажды преподобный Макарий увидел череп человека. Он стал о нем молиться и стал вопрошать, кто ты? И вот он услышал голос, что я языческий жрец, который подвязался на этом месте. Какова твоя участь? И он говорит, что мы связаны все, не видим Господа, и мы все расположены спинами друг к другу. И мука наша в том, что мы не видим ни одного человека. Но когда ты молишься за нас, мы поворачиваемся и можем хотя бы друг друга увидеть. И в этом бывает нам великое утешение. Понимаете, вот это разделение от Господа, от источника жизни, оно в отношениях загробных с другими людьми реализуется в этом окончательном разрыве. Потому что человек пребывает к раме Бога, к раме других людей. Вот это одиночество, как, по-моему, у Сарта рассказано, ад — это другой. Вот другой человек, с которым он должен считаться, для нехристианина — это ад. Поэтому ты будешь от него отделен. Ну, а так, конечно, повторюсь, что это только такие поэтические откровения и догадки. Мы только знаем, что осуждение, о котором говорит Сын Божий, это страшная участь, которой мы хотели бы избежать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!